Прямо во время шоу акробат сорвался с 25-метровой высоты на страховочную сетку, которая не выдержала нагрузки. Позднее появилась версия, что ее кто-то мог специально подрезать. Артем Высоцкий подробнее. 23-летний гимнаст из Кении только чудом остался жив. Страховочная сетка порвалась прямо во время представления. Момент падения из-под купола цирка запечатлели на мобильные телефоны десятки зрителей. Абсолютно непонятный случай, говорят, в цирке на проспекте Вернадского. Гимнаст выполняет рискованный, но уже отработанный многими циркачами аттракцион. Называется он «Капля». До представления весь день проходили репетиции. Сетка абсолютно новая, изготовлена в Германии. И каплю на ней за все время сделали не более 20 раз. Что, как говорят специалисты, совсем немного. Сетка локола подъем. Образовалась дыра примерно в диаметре 1,5-2 метра. И он долетел до манежи. Со вчерашнего вечера гимнаст – пациент реанимации 1-й градской больницы. Коллеги-акробаты уверены, что сетка хоть и порвалась, но чуть смягчила скорость падения и спасла артисту жизнь. Медики с прогнозами не торопятся. У молодого человека осколочный перелом позвоночника. Угроз для жизни нет. Дальнейшее его состояние здоровья будет зависеть, естественно, от проведенной операции и от необходимых реабилитационных предприятий. Страховочная сетка порвалась впервые в истории мирового цирка. Она имеет все необходимые международные сертификаты. Прошла дополнительные испытания в Москве. Брак или умышленная порча – начато расследование. По данным факту, следственными органами главного следственного управления по городу Москве организована доследственная проверка. Следователями уже проведен осмотр мест происшествия, осмотрена и сама страховочная сетка. В ближайшее время будет назначено дарстологическое судебное исследование и судебно-медицинское исследование. Эксперты склоняются к тому, что сетка просто-напросто бракованная. Ну, либо изготовление ее не самого высокого качества. Потому что она подрезанная, почвы под этим очень мало. Сетка вся ночь была под охраной, не было допуска никаких людей, в том числе цирковых. Групповой воздушный полет «Миллениум» готовился в течение трех лет. Так что отказываться от уникального номера в цирке Навернадского не намерены. Вместо немецкой над Манежем натянут страховочную сетку российского производства. Не раз проверены. Артем Высоцкий, Илья Кузьмин, Вести Москва.